МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Приветствую вас в очередном эфире. И он завершает, кстати, весенний цикл выпусков. Время бежит, это очевидно. Через пару дней лета. Традиционное время отпусков, но работы у всех много и пока не до отдыха. Дни расписаны по минутам, а затем как спеша от недели, просто не уследить. Вспомним уходящие 7 дней. 23 мая под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзеёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам популяризации спорта и подготовки высококлассных спортсменов. Президент Шавкат Мирзеёев 24 мая провел совещание, посвященное обсуждению вопросов расширения добычи нефти и газа, производства продукции. 24 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзеёев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этот же день, 24 мая, глава государства направил поздравления всем выпускникам школ страны. 25 мая при президенте Республики Узбекистан состоялось обсуждение хода реформ в сфере школьного образования. На этой неделе руководитель страны подписал указ о мерах по созданию цепочки добавленной стоимости посредством эффективного использования сырьевой базы и поддержки переработки лекарственных растений. Также глава государства подписал постановление о дополнительных мерах по адресной поддержке нуждающихся в социальной защите слоёв населения. Постановление о дополнительных мерах по повышению степени обеспеченности населения услугами питьевого водоснабжения и водоотведения. Постановление о мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования растений в лечении. Постановление о мерах по популяризации и развитию видов этноспорта. Постановление президента о мерах развития сферы услуг в музеях. Под председательством президента Шавката Мирзаюева 26 мая состоялось видеоселекторное совещание по мерам организации специальных экономических и малых промышленных зон в регионах, обеспечения их необходимой инфраструктурой. 27 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзаюев принял участие и выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве главы государства-наблюдателя при организации. Продуктивный коннект – оптимальная стратегия. На этой неделе состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. С момента получения статуса государства-наблюдателя в декабре 2020 года Узбекистан – важный участник встреч. В нынешней повестке вопрос о том, как дальше эффективно развивать сотрудничество, интеграционные процессы, практично взаимодействовать в экономике, торговле, промышленности, транспорте и в других направлениях. Итак, что имеем на сегодня? Сообща смягчили последствия пандемии. Торгово-экономическое сотрудничество набирает динамику. Кризисный фон планеты тем временем ставит задачи, где нужны совместные решения. Президент Шавкат Мирзаюев призвал к дальнейшему устранению технических барьеров и признанию сертификации во взаимной торговле между Узбекистаном и странами ЕАЭС. Видится важным расширение агропромышленной кооперации. Предложено даже разработать специальную программу под активизацию межрегиональных контактов. Часть алгоритма – это альтернативные транспортные коридоры, более эффективное использование инновационного потенциала, развитие новых форм промышленной кооперации предпринимателей, поддержка развития туризма и еще многие шаги с позиции общих интересов. Далее в деталях об участии президента Шавката Мирзюева в заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве главы государства-наблюдателя при организации. В мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции под председательством президента Кыргызской республики Садыра Джапарова приняли также участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым Джамар Такаев, премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, президент Республики Куба, страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе Мигель Бермудес и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В повестку дня заседания вошли вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и углубления интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС, в том числе практического взаимодействия в сферах экономики, торговли, промышленности, транспорта и других направлениях. В начале своего выступления президент Узбекистана отметил активное председательство Кыргызстана в ЕАЭС, которое способствует углублению многопланового сотрудничества в рамках организации. Уважаемый Садыр Нургаджаевич, уважаемые главы делегации, искренне рад приветствовать всех участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Хочу присоединиться к словам моих коллег и выразить признательность уважаемому Садыру Нургаджаевичу за организацию нашей встречи. Уверен, что активное председательство Кыргызстана в ЕАЭС послужит углублением многопланового сотрудничества наших стран в рамках Евразийского объединения. Уважаемые коллеги, Узбекистан продолжает развивать партнерские отношения с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя. Это для нас очень важное направление, так как страны ЕАЭС являются нашими естественными партнерами. Отрадно, что совместными усилиями удалось смягчить негативные последствия пандемии и обеспечить положительную динамику торгово-экономическому сотрудничеству наших стран. Так, товарооборот Узбекистана с государствами объединения по итогам прошлого года увеличился на 30%, а за первые месяцы этого года вырос еще на треть. Ежегодные темпы роста привлекаемых инвестиций из стран ЕАЭС составляют порядка 25%. Вместе с тем, происходящие в мире стремительные изменения и кризисные явления являются серьезным вызовом для стабильности наших стран. Эпоха глобализации переходит в фазу формирования нового мирового порядка. Мы становимся свидетелями введения беспрецедентных по масштабу ограничительных мер, разрыва логистических цепочек поставок продукции и кооперационных связей, роста цен на сырьевые и продовольственные товары, усугубление социальной напряженности. Считаем, что сложившиеся ситуации важно общими усилиями выработать комплекс совместных действий, находить неординарные решения и использовать нестандартные механизмы нашего взаимодействия. Сегодня как никогда остро стоит задача формирования благоприятных условий для наращивания торгово-экономического сотрудничества. Дальнейшее устранение технических барьеров и признание сертификации во взаимной торговле между Узбекистаном и странами ЕАЭС позволит значительно упростить доступ товаров на наши рынки. В данном контексте рассчитываем на поддержку в вопросе нераспространения на Узбекистан ограничений на вывоз продовольствия и сырья. Считаем также важным расширить агропромышленную кооперацию путем совместного производства сельхозкультур и продовольственных товаров. Для повышения результативности этих действий предлагаем разработать программу агрокооперации. Эта программа могла бы охватить вопросы совместного выращивания зерновых и масличных культур в странах ЕАЭС, а также плодовошной продукции, включая ранние сорта в Узбекистане, с целью гарантированного насыщения наших рынков. При этом для реализации целесообразно задействует в первую очередь потенциал регионов наших стран. Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего развития альтернативных транспортных коридоров, укрепления транспортной взаимосвязанности в южном и восточном направлении. В ближайшее время мы планируем приступить к практической реализации проекта строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, которая создаст дополнительные возможности для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот маршрут дополнит имеющиеся железнодорожные магистрали по направлению Восток-Запад. Наряду с этим готовы к взаимодействию с партнерами по ЕАЭС в реализации проекта строительства трансафганской железной дороги от Термеза до пакистанского Пешавара, который обеспечит кратчайший выход в Южную Азию с рынком 2 миллиарда потребителей. Кроме того, уступаем за более эффективное использование инновационного потенциала и развитие новых форм промышленной кооперации в наших странах, прежде всего в сфере высоких технологий. Первым практическим шагом в данном направлении стало проведение в Ташкенте международной промышленной выставки «Инопром. Центральная Азия». В ее работе приняли участие более тысячи компаний из стран-объединений. Мы намерены и далее расширять эту важную площадку. В этих целях предлагаем также разработать совместную дорожную карту по стимулированию кооперационных связей и программ углубления локализации, прежде всего в сферах химии, фармацевтики, машиностроения, приборостроения и электротехники. При этом важно задействовать возможности наших научно-исследовательских институтов и технологических центров, где формируются новые компетенции. Повышается актуальность вопросов, связанных с трудовой миграцией и перемещением специалистов нашей страны. Предлагаем принять необходимые документы и внедрить упрощенные процедуры, которые позволят обеспечить эффективное привлечение трудовых ресурсов в соответствии с быстро меняющимися потребностями экономик стран-членов и наблюдателей ЕАЭС. В условиях преодоления последствий пандемии естественным драйвером экономического развития может стать сфера туризма. С начала года мы наблюдаем заметный рост притока туристов в Узбекистан, в первую очередь из стран ЕАЭС. Предлагаем в осень этого года провести в Узбекистане форум по развитию туриндустрии с участием наших ведущих компаний. Важно также проработать вопрос возобновления в полном объеме пассажирского транспортного сообщения между нашими странами. Уважаемые участники саммита, в заключение хотел бы еще раз подтвердить приверженность Узбекистана поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Уверен, что результаты сегодняшней встречи будут способствовать дальнейшему укреплению многопланового партнерства, устойчивому экономическому развитию стран ЕАЭС и росту благосостояния наших странах. Благодарю за внимание. В ходе заседания подчеркнуто, что совместными усилиями смягчены негативные последствия пандемии и обеспечивается положительная динамика в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран. Так, товароборот Узбекистана со странами ЕАЭС в 2021 году увеличился на 30%, а с начала этого года вырос еще на 33%. Ежегодные темпы роста привлекаемых инвестиций из стран ЕАЭС составляют порядка 25%. Отметив происходящее в мире, стремительные изменения и кризисные явления, которые стали серьезным вызовом для стабильности наших стран, глава Узбекистана обозначил наиболее актуальные задачи, требующие совместных решений. Президент нашей страны призвал к дальнейшему устранению технических барьеров и признанию сертификации во взаимной торговле между Узбекистаном и странами ЕАЭС, что позволит значительно упростить доступ товаров на наши рынки. Подчеркнута особая актуальность расширения агропромышленной кооперации путем совместного производства сельхозкультур и продовольственных товаров. В целях повышения его результативности предложено разработать программу агрокооперации, предусматривающую активизацию межрегиональных контактов. Президент Республики Узбекистан вышел с инициативой по совместному выращиванию сельхозкультур, а также его производство и создание совместных агрокоопераций, больших агрокластеров. Данная инициатива поможет закрыть на сегодняшний день актуальные вопросы, как обеспечение продовольственной безопасности и именно разрыва некоторых логистических цепочек. Большой объем имеет торговля сельхозпродуктами между нашими странами. Надо отдельно отметить, что у каждой страны есть преимущественные ресурсы. Совместное выращивание поможет обеспечить внутреннюю сельхозпродукцию и также экспорт в третьи страны. Поэтому это направление очень перспективное, действительно сможет замкнуть весь логистический цикл и снизить себестоимость сельхозпродукции и поможет повысить экспорт. Лидер Узбекистана обратил внимание на необходимость дальнейшего развития альтернативных транспортных коридоров и укрепления транспортной взаимосвязанности в южном и восточном направлениях. В этой связи отмечена важность скорейшего начала практической реализации проекта по строительству железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, которая создаст дополнительные возможности для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Выражена готовность к взаимодействию в реализации проекта строительства трансафганской железнодорожной магистрали от Термеза до Пакистанского Пешавара, который обеспечит кратчайший маршрут в Южную Азию с рынком в 2 миллиарда потребителей. Со стороны руководителей страны было выдвинуто несколько направлений в часть развития транспортно-логистического сектора. Пандемийный период показал, насколько транспортная логистика актуальна. Особенно, подчеркнул президент, и сделал ударение на начало практических работ по началу строительства железной дороги. Это Китай, Кыргызстан, Узбекистан. В дальнейшем, после завершения данного проекта, он будет альтернативой намшим северным маршрутам. Появится возможность использования своего транзитного потенциала. Появится возможность еще через Киргизскую республику выход на рынки Китая. Второе направление, которое было предложено со стороны руководителя страны, это инициатива по началу работ по строительству железной дороги через Афганистан, соединяющий Исламскую республику Пакистана. Строительство данной железной дороги создаст возможность республики Узбекистан соединения двухмиллиардным континентом. Это Пакистан, Индия. Сейчас, благодаря инициативе президента, благодаря сосредоточенности развития данного маршрута, осуществляются перевозки автотранспортным средством. Это является заделом гарантированного грузопотока для дальнейшего использования новой построенной железной дороги Пакистана, Афганистана, Узбекистана. Было предложено странам-участникам ЕАЭС тоже интегрироваться в данный проект, участвовать в данном проекте. Главное, что государство выступило за более эффективное использование инновационного потенциала и развитие новых форм промышленной кооперации предпринимателей наших стран. Прежде всего, в сфере высоких технологий. Первым практическим шагом в данном направлении стало проведение в Ташкенте Международной промышленной выставки Иннопром Центральная Азия, в которой приняли участие свыше тысячи компаний и стран ЕАЭС. Предложено разработать совместную дорожную карту по стимулированию кооперационных связей и углублению локализации сферы химии, фармацевтики, машиностроения, приборостроения, электроники и других областях. На заседании ЕАЭС были обсуждены темы, которые очень важны всем странам ЕАЭС. Создать кооперацию силхозпромышленности по машиностроению и фармацевтике и химии. Оно даст нашим предпринимателям создать здесь на высоких технологиях производство для экспорта соседней страны. Со стороны президента было сказано о том, чтобы все включенные в ЕАЭС страны не использовать барьеры, которые препятствуют при импорте и при экспорте. К концу 2021 года экспорт увеличился на эти страны товарооборот на 30%, а за 4 месяца 2022 года на 33%. До конца года мы можем еще увеличить экспорт и товарооборот до 25%. Это даст дополнительную добавленную стоимость товара. Открытие совместных предприятий в Узбекистане. Недавно была выставка по Иннопрому. Больше тысячи компаний участвовали в выставке. И те компании, которые пришли с ЕАЭС, они очень заинтересованы создать здесь производство в виде кооперации и предоставлять готовые продукты для своих стран. Важно при этом шире задействовать возможности научно-исследовательских институтов и технологических центров. Особое внимание было уделено необходимости объединения усилий в селе туризма, призванной стать естественным драйвером экономического развития, а также возобновления в полном объеме пассажирского транспортного сообщения между нашими странами. Главное, что государство предложил провести в Узбекистане форум по развитию туриндустрии с участием ведущих компаний стран ЕАЭС. На заседании Высшего Евразийского экономического совета главой нашего государства были выделены очень важные инициативы по восстановлению транспортного сообщения между странами ЕАЭС, а также проведению очень важного для нас туристического форума, на котором примут участие ведущие туристические компании, представители туриндустрии, эксперты, которые позволят нам выработать новые решения по привлечению туристов и увеличению турпотока между нашими странами. Первая речь идет, конечно же, речь об том, чтобы повысить информированность населения стран ЕАЭС об предлагаемых туристических продуктах. Речь идет также об внедрении так называемых комбинированных туров между нашими странами. В целом мы можем говорить о том, что сегодня есть очень большой интерес и возможности в увеличении турпотока между странами ЕАЭС. И этому также послужит увеличение транспортного сообщения пассажиропотоков. Речь идет об увеличении авиарейсов, речь идет об увеличении железнодорожного и автобусного сообщения. И она должна быть очень удобной по своей логистике. Конечно же, все эти цели имеют, в первую очередь, экономическое значение. Это и новые рабочие места, это и увеличение доходов населения, это и поступление в бюджеты наших стран. Конечно же, в основе всех этих важных решений находится, в первую очередь, экономика. Каждая страна ЕАЭС имеет свои уникальные туристические продукты. Узбекистан может предложить не только уже традиционный историко-познавательный туризм, но также и новые направления, это гастрономический туризм, агротуризм, этно-туризм. У нас создана прекрасная инфраструктура для горного туризма. Зимой мы можем предложить наши горнолыжные курорты. В целом, надо сказать, что каждая страна обладает своими уникальными туристическими продуктами, которыми могут заинтересовать население всех стран ЕАЭС. В завершении своего выступления президент вновь подтвердил приверженность Узбекистана поступательному укреплению взаимовыгодного сотрудничества и многопланового партнерства с Евразийским экономическим союзом в целях обеспечения устойчивого развития и повышения благосостояния в наших странах. Главы государств, членов организации подчеркнули, что практические итоги нынешнего саммита будут способствовать продвижению взаимовыгодного сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Всецело поддержали предложения и инициативы, озвученные президентом Узбекистана, по дальнейшему расширению многопланового партнерства в целях динамичного развития и благополучного будущего наших стран и народов. Еще не так давно увидеть в далеком селе современную точку сервиса было как минимум странно, не говоря уже о промышленных предприятиях. Сегодня этим не удивишь, хотя вопросов еще очень много для того, чтобы система работала как надо. Отдельный селектор на неделе посвятили мерам организации специальных экономических и малых промышленных зон регионах, обеспечения их необходимой инфраструктуры. Вопрос стоит так. При очевидных результатах есть большой нереализованный потенциал и недостатков тоже хватает. Среди них неутвержденные генпланы некоторых малых промышленных зон. Отдельные промзоны не обеспечены полностью инфраструктурой. Предприниматели обивают пороги, дабы собрать более десятка документов. А иначе как начать работу? По мнению президента, решение этих проблем принципиально важно для развития промышленности и создания рабочих мест. Стало известно, что выделят солидные деньги, чтобы обеспечить электричеством, водой, дорогами тысячи гектаров свободных земель в промзонах. Построят современные очистные сооружения. Пересмотрят процедуры необходимых оформлений для максимального упрощения работы. Какие еще новации коснутся промзон в нашем следующем комментарии. Сегодня жители даже самых отдаленных сел вряд ли удивятся появлению на их территории современного предприятия. Это не просто реальность, а одно из звеньев целой цепочки практических действий, направленных на развитие промышленного сектора. С учетом специфики местности, имеющихся возможностей на местах. А ведь еще 5-6 лет назад все это оказалось таким далеким, что и представить было трудно тот процесс, который меняет не только облик регионов, но и само сознание людей, повышая их уровень благосостояния. Здесь важное значение имеет создание промышленных зон, в которых сконцентрирована вся необходимая инфраструктура для реализации перспективных проектов. И в первую очередь все это, конечно, отражается на жизни простых сельчан, которые видят эти перемены на своем собственном примере. Эта форма помогла нам очень быстро расти. Люди больше стремятся сюда приплесить, потому что здесь все удобства есть. Многие из наших махалей раньше не имели постоянного рабочего места. Теперь у них есть стабильный источник дохода. Есть возможность привлечения больших капиталов иностранных предприятий. Можно привести целый ряд цифр статистики, подтверждающие не только эффективность такого подхода, но и динамику роста в этом направлении. Да, есть развитие, есть результаты. Но достаточны ли они с точки зрения требования времени и имеющегося довольно-таки солидного потенциала? Как показывает анализ, в этом плане еще есть над чем поработать, чтобы не просто удержать стемп, а выйти на тот уровень, который бы и соответствовал тем усилиям, которые предпринимаются ныне. Все эти актуальные вопросы широко обсуждались на состоявшемся под председательством президента 26 мая этого года в виде селекторного совещания по мерам организации специальных экономических и малых промышленных зон в регионах, обеспечения их необходимой инфраструктурой. В условиях рыночной экономики в каждую махалю, в каждый район должны быть привлечены инвестиции. Если мы примем своевременные, тщательно продуманные меры, тогда и будут результаты. Только в этом году за счет реализации 2000 проектов будет создано 110 тысяч новых рабочих мест. И при этом можно как минимум экспортировать продукции на 1 миллиард долларов. В основе обсуждаемой с вами тематики как раз находятся эти цифры. За последние пять лет было образовано 119 свободных экономических зон. До этого у нас было лишь три свободные экономические зоны. Также были созданы 400 малых промышленных зон, на базе которых запущено более тысячи проектов на 10 триллионов суммов. В результате создано около 100 тысяч новых рабочих мест. И началось производство дополнительной продукции еще на 45 триллионов суммов. При этом предприятия, расположенные в свободных экономических зонах, ежегодно осуществляют экспорт на 750 миллионов долларов и обеспечивают налоговые поступления в размере более чем 1 триллион суммов. Самое главное, промышленность вошла во все районы республики. Даже в самых отдаленных уголках появились промышленные предприятия, в чем я лично убедился, посетив Ферганскую область. Если каждый хаким области будет стараться таким же образом, то и результат будет соответствующий. К примеру, если в 11 районах 5 лет назад не было вообще никакой промышленности, то сегодня там работает 205 предприятий. И в целом там объем промышленности увеличился в два раза. Однако, что касается развития свободных экономических зон, то в регионах предстоит еще большая работа. Что скрывать? Еще 5-6 лет назад уровень индустриализации в республике равнялся нулю. Последние же годы ситуация в корне изменилась. Еще несколько лет назад вот эта вот производственная площадь 60 гектаров была частью безмолвной степи. Теперь же здесь, в рамках свободной экономической зоны Сырдарья, действует вот такое вот современное крупное предприятие. Промышленность непосредственно влияет на развитие местной инфраструктуры, открывая широкие возможности для других направлений и в целом повышая качество жизни населения. В 2018 году, когда президент еще был на предыдущей площадке нашей компании Сырдарьо Мегалюкс, было инициировано включение компании Сырдарьо Мегалюкс в свободную экономическую зону Сырдарья. Собственно, и для нашей компании за эти годы порядка 188 миллиардов сумм сэкономленных платежей налоговых, таможенных, позволили инвестировать их в инфраструктуру, в новое оборудование. Оборудование у нас самое современное. Поэтому, конечно, эта форма помогла нам очень быстро расти. Вот это очень важно. И, соответственно, в прошлом году снова президент нас посещал, и мы смогли ему показать производство, которое во многие разы выросло за эти годы. На сегодняшний день здесь создано около 2000 рабочих мест. Очень крупные проекты в процессе реализации. В ближайшие годы они будут закончены, и это количество возрастет до 5000 человек. Касательно технологий, наша концепция, что мы должны выпускать продукцию, которая в Узбекистане ранее не выпускалась. Эта продукция имеет большой экспортный потенциал. Мы сами хотим быть номером один и стремимся использовать оборудование компаний, которое на мировом рынке номер один. И это не единственный проект, реализованный на современной площадке предпринимательских инициатив, расположенной в 50-55 километрах от областного центра Сырдарьи, города Гулистан. Насколько позитивно отражается на жизни населения создание вот таких вот современных новых предприятий? Создание новых предприятий очень позитивно влияет на жизнь населения, потому что здесь создаются рабочие места, во-первых. Во-вторых, инфраструктура. Сейчас здесь более 2000 наших граждан работают в этом предприятии. В основном здесь работают местные населения. Раньше здесь было пустое место, пастбище. Раньше таких рабочих мест не было. Они сезонные работники были в основном. А сейчас уже конкретные рабочие места есть. Постоянный доход рядом с семьей. Поэтому нет надобности, например, куда-то ездить за рубежом. Вот здесь рядом с нами есть территория, которую люди раньше взяли землю, участки взяли. А в этих участках сейчас они хорошие постройки сделали, потому что дорога есть, вода есть. Люди стремятся сюда жить здесь? Сюда, да. Здесь уже дорогой стала земля. Потому что рабочее место рядом, дети рядом, лечебные учреждения рядом. Все вопросы, которые касаются жизни человека, здесь можно найти. Люди больше стремятся сюда прийти. Потому что здесь все удобства есть. Два года находилась на заработках в Турции. Вернувшись домой, устроилась на работу и вот уже два года, как среди трудового коллектива данного предприятия. Здесь созданы все необходимые условия. Все хорошо. Многие из нашей махали раньше не имели постоянного рабочего места. Теперь у них есть стабильный источник дохода. Трудоустройство. Еще несколько лет назад этот вопрос был настолько колючим, что порой руки опускались от безысходности. Системный подход к его решению, когда, не отворачиваясь от имеющихся проблем, усилия концентрируются на поиске самых оптимальных путей их решения, в корне меняет ситуацию. Стоит лишь сделать шаг навстречу своему благополучию и при поддержке государства, пользуясь создаваемыми им условиями, вливаешься в этот созидательный ритм. Появляются новые планы, потребности своего рода ступеней, ведущие к повышению уровня жизни. Мы приняли план в рамках стратегии развития по увеличению объемов промышленности в 1,4 раза в последующие 5 лет. Это очень высокая, значимая цель. Потому каждый хаким области, района, города должен проявлять новые инициативы, находить предпринимателей, увеличивать число проектов. И у каждого из них должны быть конкретные планы, цифры. А для этого нужно находиться в постоянном поиске. Будут решены все инфраструктурные вопросы по обеспечению электроэнергии, водой, дорогами, пустующих территорий промышленных зон общей площадью 6600 гектаров. Согласно моему поручению, рабочая группа провела инвентаризацию всех промышленных зон. И по каждому району был сформирован перечень проектов. В течение месяца нужно определиться с подрядчиками и начать прокладку 120 километров дорог, имеющих отношение к 40 промышленным зонам. До 1 октября этого года нужно в обязательном порядке обеспечить электроснабжением, трансформаторами и подстанциями 246 промышленных зон. В течение года необходимо завершить работу по прокладке 555 километров сетей водоснабжения и строительства 110 водных сооружений для 200 промышленных зон. Всего для улучшения инфраструктуры промышленных зон в этом году выделяется 1,5 триллиона сумм. Это по сравнению с 2021 годом в два раза больше. Выделяемые Хакимами средства на создание новых рабочих мест абсолютно не соответствуют планам по трудоустройству населения. Это очень мало. Всего до конца года Хакимобласти совместно с Ваитовым реализуют более 2000 проектов на базе промышленных зон. С учетом этих проектов будет дополнительно создано 110 тысяч новых рабочих мест. И при этом необходимо произвести продукции на 17,5 триллионов сумм и осуществить экспорт на 1 миллиард долларов. Если продолжить тему на примере Самаркандской области, то за последние 4 года в свободной экономической зоне Ургут реализовано 63 проекта на 302 миллиона 700 тысяч долларов. Создано более 4 тысяч новых рабочих мест. Один из перспективных проектов стоимостью 5 миллионов долларов размещен в массиве Сазаган Нурабадского района. Мы послушали, это колоссальное решение увеличение в два раза выделения денег на благоустройство территории СССР. Это я думаю, что если взять по отношению к прошлым разам, то один километр электросети это порядка 75 миллионов денег. Если я сделаю акцент именно на производстве, то есть и рабочие силы, то есть привлечение рабочей силы, я могу увеличить им зарплату, благосостояние будет расти и у них, и у нас. Что нужно сегодняшним предпринимателям, которые хотят начать бизнес именно в фронт-зонах, какие процедуры они должны пройти и какие документы для этого нужны? Документ оборот был очень такой большой. Сейчас все это снижает и электронный оборот документов происходит. Это очень колоссальное решение. Он не теряет самое главное в свое время. Речи о создании в Самарканде новой специальной промышленной зоны площадью 300 гектаров. Согласно поручению руководителя страны, отдельное внимание уделяется созданию благоприятных условий для бизнеса и формированию проектов, ориентированных на импортозамещение и экспорт. Массив Хишраф-2, входящий в географию города Самарканда. Здесь на 300 гектарах земли по инициативе главы государства будет создана новая специальная промышленная зона. Планируется реализация 32-х проектов в области электротехники, машиностроения, фармацевтики, пищевой, химической, кожевинно-обувной промышленности. Со стороны правительства на создание объектов инфраструктуры будет направлено около 55 миллиардов сумм. Реализация намеченных целей даст возможность создать около 3000 новых рабочих мест. На перевод смелых бизнес-решений в практическую плоскость намечается направить 400 миллионов долларов. Индустриальная зона расположится на юго-западе, в 14 километрах от центра города Самарканда, вдоль магистральной дороги М-37. Каким образом вообще планируется воплотить эту идею в жизнь вместе, скажем так, столь сложным географическим рельефом? Как вы видите, сейчас можно посмотреть, что здесь пустующие земли, свободные земли. Но в 2017 году, когда мы начинали свободную экономическую зону Ургут, была почти такая же ситуация. И как отметил глава нашего государства, здесь будут построены все коммуникационные объекты. И для этого уже выделено около 55 миллиардов сумм. Площадь земельного участка под проекты составит свыше 205 гектаров. На оставшейся территории будут созданы объекты дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Зоны охраны, административное здание и логистический центр. Глава нашего государства решил еще одну важную проблему предпринимателей. Это получение земельных участков. Раньше предприниматели могли получить земельные участки, аренду. И сейчас они могут, эти земельные участки, как собственность, получить и построить свои заводы. На строительство автомобильных дорог протяженностью 20 километров из республиканского бюджета будет направлено 22 миллиарда 980 миллионов сумм. Канализационных сетей протяженностью 14 километров 7 миллиардов 500 миллионов сумм. На обеспечение индустриальной зоны электро- и газоснабжением 24 миллиарда 200 миллионов сумм. А значит в развитии и местная инфраструктура, чему прежде всего рада местное население. Сейчас намного сократилось количество выездов в Россию и Казахстан. Многие молодые люди начали работать на заводах и фабриках свободной экономической зоны. Главное, они рядом с семьей, никуда не выезжают. Создание новых рабочих мест позволило населению трудоустроиться и налазить свой быт. Какие виды продукции выпускает ваше предприятие, в каком объеме и в какие страны экспортируется уже готовая продукция? Вид деятельности направлен на производство профиля для производства окон. У нас основные направления экспорта являются Афганистан, Таджикистан и Казахстан. Ведем переговоры с Туркменистаном и Россией. Объем в прошлом году составил экспорт 2 миллиона 600 тысяч долларов. На прошедшем видеоселекционном совещании президент отметил, что раньше предпринимателям приходилось проходить пятиэтапную процедуру, чтобы стать участником промышленных зон, как предприниматель. Вот какова ситуация сейчас? Могу уверенно сказать, что стало проще. Если эта процедура, раньше мы привозили импортные товары, обязательно было через ДУК Маркас привести экспертизу для получения льготы. И это занимало от 10 до 15 дней. Глава нашего государства отметил, что предпринимателям нужен более легкий способ получения статуса. И вместо пятиэтапного режима мы уже будем строить двухэтапную процедуру. Это, можно сказать, облегчил деятельность предпринимателей. Такая волна созидания охватит и другие районы с неразвитой промышленностью во всей стране. А это новые производственные мощности, рабочие места, развитие территорий. С организацией в нашем шаватском районе малые промышленные зоны созданы большие условия для нас, молодежи. Раньше приходилось выезжать в зарубежные страны в качестве трудовых мигрантов. Теперь созданы рабочие места рядом с домом. Производство современное. Появились стабильные источники дохода. Тем не менее, нереализованным остается большой потенциал. В частности, все еще не утверждены генеральные планы некоторых малых промышленных зон. Где-то они не обеспечены полностью инфраструктурой. Из-за чего реализация готовых проектов задерживается. А ведь инвестиции должны привлекаться повсеместно в каждой махале. Акцент делается на специализации промзон. В регионах разработано много новых проектов по текстильно-покрасочному производству и переработке кожевенного сырья. Для чего намечается построить современные очистные сооружения на выделенных для этих проектов участках. В нашем комплексе, если, например, имеется более пяти направлений с десяти предприятий. И таким же образом имеется ряд перспектив с использованием водным ресурсами. И таким же образом комплекс востребован в очистке стошных вод. И таким же образом на следующий день эта тема действительно является актуальным и востребованным. Как вы думаете, это привлекает ли инвесторов? Чем больше достижение в техническом усовершенствовании всех экономических зон, и таким же образом есть возможность привлечения больших капиталов иностранных предприятий. В первую очередь те предприятия, которые производят продукцию для внутреннего рынка, у них есть возможность выйти на внешний рынок. И таким же образом есть возможность им приобрести новые перспективные оборудования для расширения плана и географии экспорта. Государством финансируются расходы на обеспечение инфраструктуры и проектов стоимостью более 200 миллиардов сумм. В этом году на такие бизнес-решения в регионах будет выделено 170 миллиардов сумм. На совещании руководитель страны дал поручение относительно решения проблем, связанных с созданием необходимой инфраструктуры. И это в частности дороги, электроснабжение, канализация, а также обозначил источники финансирования. При реализации проектов в промышленных зонах имелись и бюрократические преграды. Потому даны поручения касательно изменения в системе управления в этой сфере. Воспользовавшись предоставленными широкими возможностями, мы примем все необходимые меры, чтобы и в Бухарской области малые промышленные зоны стали драйверами экономического роста. До конца нынешнего года намечается реализовать 90 перспективных проектов, почти на 500 миллиардов сумм. И по предварительным подсчетам будет создано около 3000 новых рабочих мест. Исходя из специализации на войской области на промышленности, мы заново пересмотрели всю работу в этом направлении. И с учетом предоставляемых широких возможностей, в том числе средств, выделяемых государством на создание и расширение инфраструктурной составляющей, определили конкретные проекты, направленные на увеличение числа предпринимателей, а также экспорта продукции в 2022-2024 годах. В регионе намечается реализовать 54 проекта на 542 миллиона долларов. Только в этом году они в объеме 207 миллионов долларов будут осуществлены 18 предприятиями, тем самым планируется создать около полутора тысяч новых рабочих мест. На создание свободных экономических, а также малых промышленных зон выделяется 101 миллиард сумм, что создаст основу для работы наших предприятий в полную мощность, увеличение экспортных поставок, дальнейшее обеспечение занятости населения. Мы сталкивались с трудностями, связанными с выставлением девяти лотов на аукцион. Наш президент нашел решение этой проблемы. Теперь можно привлечь инвесторов и создать новые рабочие места. Если до конца этого года эти девять лотов будут реализованы, то появятся около тысячи новых рабочих мест. Если обратиться к международному опыту, то за последние 20 лет число свободных экономических зон возросло в 6 раз. В этом плане накоплен большой опыт в Китае, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, например. Все усилия направлены на результат, что требует инициативности, глубокого анализа и системности в практической работе. А иначе просто нельзя. Дорога каждая минута и воспользовавшись ею, сполна можно достичь намеченных целей, которые когда-то оказались недосягаемыми, а сегодня реальны и близки. Главное не сбавлять стемп. Ведь все делается для нас же самих. Нашего благополучия. Формула «быстрее», «выше», «сильнее» отныне будет у нас решаться по обновленной системе. Это обсудили на видеоселекторе по мерам популяризации спорта и подготовки высококлассных спортсменов. За последние годы много чего сделано, начиная от количества спорткомплексов и заканчивая вовлечением молодежи в спорт. Но вот как отбирается одаренная молодежь и готовятся профессиональные спортсмены – большой вопрос. Теперь будет внедрена новая система работы. Отныне одаренные ребята получат особую поддержку. Например, смогут бесплатно заниматься с квалифицированными тренерами в местной спортивной школе. Она станет базой для определенных олимпийских видов спорта. А еще увеличит зарплату тренеров. Спортивные колледжи реорганизуют в Центре подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта. В целом должна появиться непрерывная система формирования базы профессиональных спортсменов. Сюда же войдет разработка программ физической и психологической подготовки и здорового питания. Отдельно будут готовить специалистов в области спортивной диетологии, инженерии и кардиотренировок. Это вновь о том, что легких путей не бывает. Тем более, если ведут они к олимпу. Легендарная Оксана Чусовитина едет на свою восьмую олимпиаду. Оксана Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница восьми олимпийских игр. Баходор Дзялолов – победитель олимпийских игр в Токио. Чемпион мира по боксу Шахрам Вйосов. На данный момент ведет свою профессиональную карьеру в именитых зарубежных промоушенах. Яркая победа тейквандиста Улубека Рашидова на последних олимпийских играх. 19 медалей от наших паралимпийцев. Сюда же можно добавить и достижения Эльдора Шумродова, который недавно стал победителем Лиги конференции УЕФА в составе Ромы. Это всего лишь малая часть ярких моментов из жизни спорта нового Узбекистана. Победа из спортсменов – это вершина, пусть и не айсберга. Но сколько работы проделано на государственном уровне, сколько месяцев, а порой и лет тренировок стали основой для силы, воли и духа. И, конечно, это огромный мотивирующий пример для начинающих спортсменов. Ведь меняются спортивные эпохи, технологии и тренировочные методики. Но остаются чемпионы, вписавшие навсегда свои имена в историю. Как определить спортивный курс на будущее? Что нужно предпринять в первую очередь? 23 мая. Под руководством президента Шапката Мерзиёева состоялось очередное видеоселекторное совещание, где обсуждались меры по популяризации спорта и подготовке высококлассных спортсменов. Анализ показывает, что проблемы есть, и их немало. По этой причине было решено внедрить абсолютно новую систему подготовки и селекции спортсменов. Что можно сделать, чтобы работала система по привлечению молодежи к спорту? Чтобы повысилась массовость? Необходимо улучшить спортивное образование, наладить подготовку одаренных спортсменов. Мы создадим абсолютно новую систему для наших детей. Мы создадим условия. Мы сделаем так, чтобы каждый сумм государственных средств становился залогом заинтересованности, результативности. Чтобы каждый родитель почувствовал, что государство принимает все меры для того, чтобы наша молодежь выросла физически крепкой и здоровой. В этом году на развитие спорта выделено 2,3 триллиона сумм. Это в пять раз больше, чем в 2017 году. Для спортивных образовательных учреждений выделен 1 триллион 200 миллиардов сумм. Впервые в Махалях был дан старт новым пятиступенчатым спортивным играм для привлечения к спорту молодежи с участием молодежных лидеров, учителей по физкультуре и специалистов спортивных школ. В апреле и мае этого года прошли первые и вторые этапы данных системных соревнований, которые проходили среди Махалей, улиц и секторов. Что самое главное, была охвачена молодежь от 7 до 30 лет в количестве более чем 3 миллиона человек. Теперь надо этот показатель увеличить вдвое. Мы должны как минимум 6 миллионов молодых людей привлечь к занятиям спортом. Если вот такие мероприятия берут начало в Махалле, то результат наверняка будет тот, который мы ожидаем. Почему? Потому что та Махалля, которая добьется определенных результатов, станет местом, где мы в первую очередь будем строить спортивный комплекс. Мы будем в Махаллях это строить. Поймите, это непросто. Это очень большие средства, но мы готовимся к этому. В этом комплексе будет и библиотека, и место для отдыха. Но самое главное, мы создадим все условия для занятия спортом. Говорилось также о том, что не существует целостной цепочки отбора между спортивными школами и колледжами Олимпийского резерва и школами высшего спортивного мастерства. Нынешние результаты в спорте пока еще не соответствуют созданным условиям. Причина этому – отсутствие взаимодополняемой цепочки селекционной работы между начальными звеньями, спортшколами, колледжами Олимпийского резерва и школами высшего спортивного мастерства. Как я уже не раз повторял, в каждой сфере необходимо подходить к вопросам развития с научной точки зрения. Нужны инновации. Здесь тоже нужно соответствующее образование, литература. Надо учиться, надо повышать свой опыт. К примеру, из 279 детско-юношеских спортивных школ республики, в 190 школах из 36 олимпийских видов спорта обучение ведется лишь по 10 направлениям. В результате, несмотря на то, что государство создает все организационные и финансовые предпосылки для успешного участия в международных соревнованиях, претендентов на участие в азиатских и мировых первенствах, а также на Олимпийских играх, набирается всего 5-6 человек. На сегодняшний день 6 школ высшего спортивного мастерства вообще не занимаются вопросами сотрудничества с колледжами Олимпийского резерва и 32 федерациями олимпийских видов спорта. Из 9 тысяч учащихся в вышеназванных колледжей лишь 20% смогли попасть в состав национальных сборных. А разве не выпускники колледжа Олимпийского резерва должны составлять костяк национальных сборных команд? Кого из хакимов этот вопрос интересовал? И кто из хакимов хотя бы в одной области провел показательную работу в этом плане? К сожалению, ни хакимиата областей, ни городов и районов не смогли наладить системную работу по развитию всех видов спорта. Добившиеся больших успехов и славы на Олимпиадах в Сиднее и Рио-де-Жанейро, Андижанская, Бухарская и Ферганская школы бокса, к сожалению, сегодня не показывают тех результатов. Из проведенных в прошлом году 379 республиканских соревнований, ни по одному из них не был проведен отборочный этап районного масштаба. Отныне будет внедрена совершенно новая система по отбору и селекции спортсменов. Должны полностью поменяться наши подходы к привлечению к спорту детей с самых ранних лет и к вопросам подготовки одаренных спортсменов. Отныне все будет начинаться именно с нашей с вами Махали. Молодые люди, показавшие хороший результат, будут включены в электронный список и получат возможность бесплатно заниматься с квалифицированными тренерами в местной спортивной школе. В зависимости от уровня физической подготовки и разряда они будут переходить в следующий этап подготовки. А для этого к концу года в 508 Махалях будут построены многофункциональные спортивные комплексы. Массовость играет важную роль в селекции и популяризации здорового образа жизни. Теперь спортивные школы путем проведения соревнований в Махалях и секторах будут отбирать себе новых воспитанников. Основная часть этих мероприятий пройдет весной и осенью. Затем молодые люди будут участвовать в районных и областных чемпионатах. Наиболее талантливые и проявившие себя дети будут определены в олимпийские школы при центрах подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта. С 5 по 9 класс юные атлеты смогут проверить и понять, готовы ли они идти к большому спорту. Конечно, 90% таланта это тренировки. Далее наступает этап олимпийских и паралимпийских колледжей. Затем институты высшего спортивного мастерства, сборные команды и федерации спорта. Еще одно преимущество новой системы это отсутствие возрастных ограничений. По этой причине при спортшколах будут организованы оздоровительные группы, где на любительском уровне могут заниматься спортом все слои населения. Новая система была объяснена на примере Бухарской области. Для того, чтобы изучить бухарский опыт, наша съемочная группа прибыла в Бухару. Бухара буквально живет и дышит спортом. Так сколько за часов местные уделяют время на спорт в неделю? Два дня это для меня норма. Младший сын университет московский закончил. Все нормально, работают все. Ну, спортом занимаются. Каждую неделю в субботу они ездят на футбол. Условия отличные. Я еще раз хочу напомнить. Условия у нас очень, можно сказать, красивые для молодежи. Надо воспользоваться. Мы веревкой вот так натягивали и занимались боксом. Веревкой. Просто так, чтобы... А сейчас? Сейчас такие... Я вообще удивился. Я заплакал точно, да. Помимо традиционных видов спорта, здесь любят заниматься и йогой. Во время нашего трипа случайно в объективе наших камер оказался международный фестиваль йоги. Как видите, желающих заниматься этим видом спорта или философией жизни тоже немало. В Бухаре очень любят люди спорт. Мы любим йогу, потому что он в основном оздоравливает организм человека. У нас очень много спортзалов. У нас есть тренеры, сейчас обученные. Раньше с тренерами было туго, но сейчас они все грамотные, обученные. И есть условия для занятий. После нескольких штрихов перейдем от общего к частному. Насколько значим спорт в жизни бухарцев? Согласно новой системе, в республике планируется увеличить охват до конца года массовым спортом 6 миллионов молодых людей. И что же для этого делается в Бухарской области? Четыре года назад уровень вовлечения населения в спорт составлял 12%. На сегодняшний день этот показатель превысил 30%. Руководитель страны поставил перед нами задачу довести охват до 45%. Мы работаем над вовлечением спорт детей из Махалей. Для этого мы должны формировать базу, оснастить их спортинвентарем. Над этим мы сейчас активно работаем. В прошлом году была построена база по академической гребле на Байдарике и Каное. Постановлением президента на строительство было выделено на 4,5 миллиарда сумм. Сейчас по данному виду спорта привлекли троих тренеров. Готовим около сотни спортсменов. Двух атлетов подготовили для сборной команды. Недавно они участвовали на соревнованиях в Италии. И несмотря что это их первый международный чемпионат, заняли четвертое место. Особый акцент делается на развитии других олимпийских видов спорта. Начали тренировать молодежь также по водному полу, велоспорту. Для этого планируем привлекать тренеров из-за рубежа. Спортивная гимнастика, игровые виды спорта, регби и даже брикданс и спортивные танцы, которые будут вынесены в программу олимпийских игр с 2024 года. Для всех этих спортивных дисциплин находим тренеров, а также подготовили спортивные залы. На данный момент мы находимся в 70 километрах от областного центра. И один очень важный факт, который привлек наше внимание, это то, что этот спортивный комплекс работает с 8 утра до 12 часов ночи. Этот факт говорит о том, что это поспособствует популяризацию спорта среди молодежи. Как вы видите, на данный момент молодые люди занимаются во главе с тренером плаванием. С 8 утра до 6 вечера у нас каждый час работают спортивные секции. В каждой группе собираются по 20-25 детей. 8-12 тренеров обучают их плаванию. А после 6 вечера до 12 ночи здесь проходят комплексные занятия для оздоровления. Вот как-то так, но никак иначе. Разновидность спортивных секций, стремление молодых людей быть лучшими из лучших, настойчивость и упорство тренеров – все это в одной локации. Как отмечают молодежь, да и в целом местное население, о подобных условиях раньше можно было только мечтать. Такие условия созданы. Вот, например, этот спортивный комплекс. В Махалях такие комплексы есть, в школах. Главное, бесплатно. Я сам лично привезу внуков, занимаются они тоже. Кто занимается спортом, учится хорошо. Спорт помогает со всех сторон развитию ребенка. Много средства дали спорту. Это средство направляется только в создание этих спортивных комплексов, подготовка спортсменов. Во-вторых, селекция. В сельских местностях много таких молодежь, которые занимаются дома, а навыков у них нет. Президент наш определил селекцию заниматься тренером. Сейчас вышли мировые чемпионы. Чемпионы Азии, республики. Таких еще много в Каракуле, например. И в других местах тоже много. Их надо найти, собрать и подготовить, чтобы они подняли наш флаг высоко-високо. Бухарская область издревле знаменита полванами. В центре Кураша на данный момент тренируется порядка 150 представителей местной молодежи. Кроме того, здесь открыты и другие спортивные секции. В 2020 году вышел соответствующий документ за подписью руководителя страны, согласно которому по республике поэтапно открываются школы мастерства по Курашу, занимающиеся отбором и подготовкой способных и талантливых молодых спортсменов для национальных сборных команд. Кстати говоря, а вы знали, что полваны не стареют? Эликсир молодости? Да нет. Несмотря на свой возраст, 80-летний Атахон продемонстрировал мастер-класс для молодого поколения. Да, он подтянулся 30 раз. Скажу честно, его результат никто из молодых людей не смог повторить. Инициатива президента очень важна, так как спорт – это залог здоровья. Если заниматься по правилам и методикам, то он обязательно станет для вас источником крепкого здоровья, ума и успеха. Не раз слышали по телевидению, что узбекский национальный кураж сделал узнаваемыми слова Дакки, Халол, Чала, Йонбош, по всему миру. Здесь тренируются сотни молодых людей и более 50 представителей старшего поколения. По всей Махале 90% молодежи занимаются спортом. Наши воспитанники стали чемпионами Узбекистана по куражу. Надеемся, что сможем выступать и на Олимпийских играх в будущем. Особую роль играет воспитание. Как отметил глава государства, внимание должно уделяться как интеллектуальному, так и физическому развитию. И нас воспитывали по такому принципу. Поэтому в свои 80 лет я пятикратный чемпион мира, имею крепкое здоровье и даже подтягиваюсь 30 раз на турнике. Многие Махали здесь участвуют в соревнованиях, тем самым обеспечивая цепочку район, область, республика. Продолжение следует... Благодарны за это главе государства. Смартфоны, компьютеры, мобильные игры, пассивный образ жизни, фастфуд и вредные привычки. Многим знакомы или вполне привычные атрибуты из нашей с вами повседневности. К чему это приведет или уже привело? Снижению физической активности и проблемам со здоровьем. Снижению числа новых чемпионов по различным видам спорта. В школе-интернате, где молодых людей тренируют по шести направлениям, подобным явлениям просто нет места. Все строго. Дисциплина. Люди уже начали понимать. Родители начали понимать. Например, у нас собираются родители. Мы объясняем. Вот телефон, вот это всякие другие вещи, которые не нужны. Есть такие ребята, для них это интересно. Но мы объясняем. Это, во-первых, родители должны объяснить. То, что нужно, то, что не нужно. Не надо их заставлять. Изменения есть сейчас, в настоящее время. Не как раньше. Именно вот тот, который наш президент, когда говорил, вот это массовое, это чем заключается? Массовое, это больше людей, больше детей привлечь, чтобы они занимались спортом, чтобы время у них пошло на пользу. Новая система также предусматривает повышение заработной платы тренеров спортивных школ. Она будет увеличена на 35%. Кроме того, директорам школ, тренерам и другим специалистам, показавшим хорошие результаты, будет выплачиваться дополнительная 50% надбавка. Тренер приходит с утра в зал, уходит вечером из зала. Я думаю, что заработная плата для тренеров – это очень самое важное. Я думаю, что если будет у тренера дома все нормально по деньгам, по финансам, по питанию, по проживанию, по командированию соревнований, я думаю, что результаты подскочат очень быстро. В целом, бухарский опыт впечатляет. Это и количество одаренных спортсменов, любителей спорта, разновидностей спортивных секций. Это и падминтон, настольный теннис, академическая гребля, байдарка и каноэ, брейкдэнс, регби и большой теннис. В этом плане не отстают и другие регионы, в том числе Каракалпахстан, Новоиска, Сидоринская и Ташкентская области. Ведь задача поставлена конкретно. Необходимо усилить работу по развитию массового спорта. Чем больше детей будет заниматься спортом, любым, тем больше детей будет двигаться наверх. Потому что все равно будет происходить селекция, и какие-то дети сами не захотят, какие-то не подойдут к этому виду спорта. Например, из 100 человек, ну 10 или 5 точно останутся и будут выступать на Олимпийских играх. Поэтому хочу сказать, чем больше набор, тем лучше для любого вида спорта. Особое внимание будет уделяться изучению зарубежного опыта. Планируется внедрение новой системы профессиональной подготовки спортсменов. Почему в Америке это развито? Почему в Америке сейчас такие чемпионы много? Потому что у них есть свой диетолог, у них есть свой нутрициолог, у них есть свой отдельный тренер, психолог. А у нас потихонечку это развивается все. Если у спортсмена бывает свой личный психолог, нутрициолог, он знает, как веселит, он знает, он правильно как веселит, а не так, как у нас. Сегодня я поем, завтра не ем. Нет. Все по мере, по калории должно идти. Поэтому, я думаю, это же очень большая работа, очень большое внимание. Таким образом, в каждом регионе создаются колледжи в качестве центров подготовки олимпийских и паралимпийских видов спорта. При Министерстве развития спорта будет создан тренерский совет, состоящий из ведущих тренеров и зарубежных специалистов для отбора спортсменов, добившихся наивысших результатов на соревнованиях. Также большая роль в плане воспитания новых спортсменов уделяется и школам наших именитых атлетов. У меня вообще очень большие планы. Я хочу набрать именно молодой тренерский состав, который будет работать с удовольствием и отдавать всю душу. И будет отбор детей не только с Ташкента, со всех регионов. И мы будем привлекать всех талантливых детей для того, чтобы они занимались гимнастикой и в дальнейшем представляли нашу страну на больших международных соревнованиях. Прям у меня, я прям жду этого момента. Вы знаете, как ребенок ждет Нового года, подарки, так и я жду этого момента. Мы будем набирать 7 лет. И я думаю, что года через 2-3 после набора, после того, как мы определим, где талантливые дети, мы, конечно же, очень хотим привлечь зарубежных тренеров, чтобы помогли и передали вот этот опыт. У меня, например, мечта пригласить в Китае тренера по брусьям. Вот в Китае очень сильные брусья, а в нашей стране они отстают. Поэтому я очень хочу пригласить китайского специалиста, который бы показал нам технику и как ставить правильно брусь. Глава государства создал для нас возможность и поставил задачу вовлечения иностранных тренеров уже на этапе Олимпийских колледжей. Мы с их помощью не только будем готовить спортсменов, но и создавать новую школу тренеров. Зарубежные специалисты работают и в федерациях спорта. В процессе подготовки к Олимпийским играм в Париже каждому тренеру прикреплены несколько тренеров-помощников для того, чтобы они могли усвоить зарубежный опыт непосредственно уже на практике. В планах проведения онлайн-консультаций, семинаров и мастер-классов с иностранными специалистами для тренеров из областей. В заключении поделимся советами от профессионалов своего дела. Потому что быть мотивированным для молодых спортсменов – это must have. Были падения, были взлеты, но несмотря на это я не сдавался. У меня внутренний главный принцип – чтобы не было и как бы не было, никогда не сдаваться. Потому что в спорте это очень важно. Когда человек встает, это характер называется. Если у человека характера нет, то сложно им прообрести что-то или завоевать что-то. Если ты хочешь стать чемпионом, работай тут в зале. Если ты тут не работаешь, ты там не поднимаешься. Кто пащется, тот поднимается. Надо стремиться, надо идти, пока не будет так, как тебе надо, как тебе хочется. Взял тетрадь, написал. В этом году я хочу стать чемпионом Узбекистана. Например, я хочу стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Хочу поднять наш флаг. Все, галочку ставлю. Стал чемпионом Узбекистана – галочку поставил. Я сделал свое дело. Буду дальше завоевать все титулы. И вот так вот постепенечко, потихонечко надо идти вперед. В первую очередь я бы очень хотела, если была бы такая возможность, включить в детские сады и в школе, в начальные классы именно гимнастику. Просто хочу сказать, что после гимнастики ребенок может пойти на любой вид спорта, на который он хочет. Не все будут чемпионами, но занимаясь спортом, он и развивается всесторонне. И дальше у него просто будет и дисциплина, и воспитание. Это все приходит вместе со спортом. Спорт – очень подходящая сфера доказать, что по плечу любая высота. Но и сама жизнь – бесконечное пространство возможностей. Пусть все у вас получается. До встречи через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова